Музыка Алексей Александрович, мы поздравляем вас с 23 февраля. Вы настоящий мужчина, мы желаем вам огромного здоровья, чтобы вы прожили еще столько же. Расскажите, пожалуйста, как для вас началась война и немного о себе. Я родился в 1925 году, 27 марта. Некоторое время пришлось вместе с родителями проживать в Сибири. Закончил 8 классов и началась отечественная война. В 17 лет меня уже призвали в армию. Попал учиться в училище, которое было эвакуировано из Эстонии в город Тюмень, в Сибирь. Я и трое из моих друзей пошли к командиру роту и напросились. После третьего раза командир роту согласился и нас отправили на фронт. Фронт назывался 4-й Украинский фронт. В момент Курской дуги. И так мы начали освобождать Донбасс, Горловка, Киев, Тернополь. После освобождения Тернополя нашу часть направили в направлении города Львова. Мы шли в атаку и пуля сразила меня. И я уже дальше участвовать в атаке уже не мог. После извлечения нашу часть направили на территорию Германии. Есть такой город Берславу. После освобождения города Берславу, Рестах, мы приехали, посмотрели, он был весь разбит абсолютно от и до. Потом мы стали выезжать из города Берлина и вдруг увидели, а что же за тачки и печки. Оказалось впоследствии, что в этих печках сжигали наших пленных. Это зрелище, которое переполнило все наши чувства. Приехав в свое село, вижу, что мой дом, где я жил, забит окна и двери досками. Иду дальше, встречается женщина, узнав меня, повернулась и убежала в свой дом. Я был ошарашен, в чем дело, почему она испугалась меня. Я прихожу к военному брату, захожу в дом, они смотрят на меня и стоят, не знают, что говорить. Они начали плакать и потом начали разъяснять. Оказалось, что очевидно, по ошибке прислали на меня отцу похоронку, что я был убит в Запорожской области, Токмактский район, высотка номер 30. Есть такой город в Казахстане, Семпалатинск. Меня направили на одну из застав, заместителем начальника заставы. 31 августа 1949 года в пределах пяти утра Советский Союз впервые в самую грязную в те времена испытали атомную бомбу. Очень опасное и громкое оружие. После дебилизации в 50-м году я по направлению приехал в город Брянск. Поступил работать на Брянский пашестроительный завод. В те времена он назывался паровозостроительный завод. В 1958 году я поступил на вечерний техникум. В 1958 году директором был товарищ Мачульский. В 1963 году я его закончил, получил диплом и продолжал работать на заводе. Прошел большой путь от рабочего при сборке паровозов до старшего мастера на одном из цехов нашего завода. Я в 1991 году ушел на пенсию и по сей день. Дорогие ребята, дорогие друзья, у меня очень много наград. Из всех наград я очень ценю. Первую награду я получил за освобождение Тернополя медаль за отвагу. За Тернополь. Вторая награда. Орден Красной Звезды я получил за город Бреславу. Освобождение города Бреслава. И эта медаль, то есть этот орден меня искал в течение 60 лет. И все-таки она меня нашла. Сколько лет я не встречался с учениками нашего старинного, 120 лет уже нашего беженского техникова. А сегодня ко мне пришли учащиеся этого техника и меня поздравляет. Очень приятно принимать такие поздравления. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы нас не забыли.